Добрый день, друзья! С вами канал Далят Города и я, Нина Коновалова. Пришло время сеять бамию на рассаду. До 1 апреля необходимо поместить семена бамии в грунт, поливать, ухаживать за рассадой, чтобы когда уже устаканилась погода, где-то после 15 мая высадить на улицу в открытый грунт и уже ждать, когда бамия начнет плодоносить. Кто-то сейчас смотрит меня и недоумевает, что еще за бамия. Та самая бамия, о которой я вам рассказывала в прошлом году. Это очень хорошее, удивительное, полезное однолетнее растение, особенно для людей, которые болеют гастритом. Я даже приготовила вам консервированную бамию в разрезанном виде. Мы ее консервируем вместе с огурчиками, с помидорами. Прекрасное сочетание и любим бамию, консервированную не меньше, чем тот же огурчик. Семена у бамии крупные. Чем же полезна бамия? Плод бамии содержит слизистые вещества и является диетическим блюдом для людей, больных гастритом. В пищу употребляются молодые отростки, молодые побеги, завязи зеленого цвета. А вот когда завязи уже переросли, то они становятся несъедобными. Бамию консервируют. Ее добавляют свежие салаты. Ее добавляют врагу. И я добавляю бамию, когда тушу мясо. Мне нам очень нравится бамия. Я ее сажаю каждый год. И рекомендую своим подписчикам, своим зрителям канала в обязательном порядке найти семена и приобрести. Растет быстро, плодоносит много, очень урожайный вообще однолетник. И самое главное, это полезное растение. Растет только в открытом грунте. Хотя я знаю, что на Урале и на Севере люди выращивают бамию и в теплице. Но мы выращиваем в открытом грунте. Подвязки не требуются. Ствол у нее достаточно такой мощный, массивный. Единственное, что корень очень большой. И, конечно же, бамия поглощает землю. Кушает хорошо землю. Сеется обычным способом, не горячим. Семечко помещается в землю. Поливается водой. И как только отростки появились, можно чем-либо подкормить. Вообще, это неприхотливое растение. Оно вроде как и теплолюбивое, но легко переносит резкие перепады температуры в летнее время. То есть, практически ничем никогда не болеет. Бамию не поражают никакие-то там мучнистые росы, никакие гнили, ничего. То есть, это неприхотливое растение, которое невероятно полезно для людей, больных гастритом. А учитывая то, что сам по себе продукт полезен благодаря своим слизистым этим свойствам, которые присутствуют в составе, то все мы, даже здоровые люди, прекрасно употребляем в пище. Ну, вообще, эту бамию нужно полюбить. Кому-то нравится с первого раза, а кто-то привыкает к ней постепенно. Ну, во всяком случае, все те, кому я советовала посадить бамию, все ее теперь сажают каждый год. Маленькое видео для тех, кто не знает, что новенькое посадить в этом году. Я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам хорошего настроения и крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok